Добрый день, Махтар Кабулович! Я хочу некоторым людям, политическим, в частности советникам президента, утверждать то, что это не просто прогнозы, это были установки по тому, как будут развиваться события. И обвиняют чуть ли не вас сейчас в проведении такой политики внутри Казахстана. Видите ли, есть логика развития событий. Здесь не что-либо, а именно логика развития событий. Я думаю, что многие эксперты могут просто тоже с этим согласиться, с пониманием, почему должны были произойти те или иные события. Это просто пример авторитарных режимов, которые фактически повторяют в один в один ошибки каждого режима в отдельности, в отдельно взятой стране. Болезни авторитарных систем везде одинаковые. У них одинаковые приемы, одинаковые лужинки и одинаковые правила поведения. И поэтому в данном случае это было несложно спрогнозировать, куда идет дальнейшее развитие событий. Поэтому это ничего сложного в этом не было. И я единственное, конечно, сам удивлен скоростью развития событий, потому что когда 2 ноября этого года я предсказывал, что очень скоро взрывы, которые сейчас проходят в виде демонстрации, запугивания населения, что эти взрывы скоро будут реальными и террористические действия будут реальными. К сожалению, буквально через 10 дней мой прогноз подтвердился и в городе Таразе произошли известные кровавые события. Также я предсказывал и прогнозировал, что выборы парламентские будут в январе, ну, скорее всего, не позднее февраля. Но режим решил еще более поторопиться и объявил досрочные выборы 15 января. Хотя вся страна об этом говорила, депутаты отмекивались, говорили нет, выбора досрочных не будет. Просто удивительно, что Назарбаев, не внимая вот с тем этим слухом, разговором, которые подтверждали, что люди уже не слепые и все это видят, видят, как режим пытается в очередной раз обмануть людей и провести большие досрочные выборы, тем не менее, не стесняясь, Назарбаев объявил 15 января досрочные выборы. О чем это говорит? Это говорит о том, что Назарбаев не считается с мнением народа. Ему наплевать на мнение народа, и у него есть свои пожелания, когда нужно провести тельные выборы или провести тельные действия. Парламент — это просто игрушка в руках Назарбаева, имитация парламентской деятельности, которая позволяет ему имитировать, что Казахстан — это республика, а он выбран народом президент. И все это понимают, что это не так. Но именно понимание того, что ему наплевать на мнение народа, уже позволяет прогнозировать все дальнейшие действия. А действия следующего характера. Во-первых, чтобы напугать население и, как следствие, попытаться сплотить вокруг Назарбаева. Как вы знаете, когда происходят те и дни негативные события, все время выходит его соловей Иртезбах и говорит следующее слово. «Мы должны сплотить вокруг Назарбаева». Это его такая коронная фраза. И поэтому было очевидно, что сейчас режим попытается то же самое сделать, но для этого нужно было провести какие-то устрашающие мероприятия. К сожалению, эти мероприятия совпали с Днем независимости 16 декабря. Именно 16 декабря сама власть спровоцировала те события, которые в истории Казахстана уже войдут как жанузинские кровавые события. А что, по вашей информации, по вашим сведениям, реально произошло в жанузине? В жанузине события спровоцированы самими властями. Дело в том, что митяники 7 месяцев стояли практически на площади. Это было мирное выступление. И режим просто не может долго терпеть так, что большое количество людей стоит на площади, выражает свой протест и подает пример другим. И поэтому, в связи с тем, что митяники были не агрессивны, мирны, то есть все их действия носили мирный характер, то власть решила, что мы их можем запугать, вытеснить площадь, и они будут молчать, как молчали предыдущие 7 месяцев. Но они не учли тот фактор, что фактически, я думаю, что нефтяники уже были на пределе. И достаточно было небольшого толчка, как говорится, поджечь спичку, и все мгновенно взорвалось. То есть власть своими действиями фактически спровоцировала специально, но не ожидала, что будет такая реакция, а затем все это начало жестоко подавлять. Появились молодые ребята в униформах, которые устраивали провокации. И, как вы помните, такого типа молодчики, они появлялись и когда избивали журналистов в Ахтал, телевидение Стан, когда избивали нефтяников в Жан-Аузене. Это те же самые люди, которые появляются неожиданно в джипах, открывают огонь по мирному населению, потом куда-то пропадают, их не может никто найти. Это люди, которые отправлены самой в власть. Это бандиты, организованные самой властью. То есть вот та знаменитая группа, ставшая по видеокадрам, которая заходит плотно, сплоченная группа заходит на сцену, сваливает колонки на землю, да, там, это вот вы считаете группа, которых профессиональных наемников-провокаторов? Я думаю, что в большей степени это провокаторы, и есть, конечно, люди, которые поддали своим эмоциям, которых эта ситуация очень сильно разозлила, они присоединились. Но в основе это, я считаю, что это именно сама власть организовала этих людей, чтобы затем под видом наведения порядка жестоко все это подавить, чтобы запугать все население Казахстана. Вот когда в прошлый раз мы тоже с вами говорили о событиях в Западном Казахстане, тогда неизбежно всплыла фамилия Аслана Мусина, который, как вы считали, имел отношение к событиям. Вот на этот раз это по-другому или примерно так же происходит ситуация, по вашему мнению? В прошлый раз я говорил, что Аслан Мусин все это организовывает, как руководит администрации, по поручению Назарбаева. Ничего не делается в нашей стране без указания Назарбаева. Это нужно себя четко представлять. Поэтому кто бы ни был, Аслан Мусин или Карим Асимов или еще кто-либо, это фактически исполнители воли Назарбаева. Конечно, эти молодчики, я не сомневаюсь, делали рук именно определенных лиц, которые так или иначе подотчетны руководит администрации Аслана Мусину. И, конечно, Аслан Мусин руководил их действиями. Но нужно себе отчетливо представлять, что это делается по команде Назарбаева. И никак иначе. Поэтому, конечно, вот эти молодые ребята, я думаю, что, опять же, каким-то образом причастны к самому Аслану Мусину, возможно, Акиму от Раусской области. Это его премия. Один профессиональный революционер Владимир Ильич Ленин, он считал, что революционная ситуация – это когда кризис есть не только среди низов, которые не могут жить по-старому, но и кризис среди верхов, которые не могут управлять совершенно в старых условиях. Как Вы считаете, есть ли основания полагать, что сегодня в Казахстане складывается революционная ситуация именно вот по таким объективным, что ли, параметрам? Да, я думаю, что сейчас именно такой период. Верхи не могут, они за них хотят. Если говорить о низах, то людям уже очень трудно стало жить, и Небмоготу Назарбаев со своей кликой, со своим кланом уже всем изрядно поднадоел, потому что он руководит страной более 20 лет. Более 20 лет он обманывает граждан Казахстана, и все это очевидно видят. Более 20 лет он изгаляется над своим окружением, которых он сдает, предает, сажает тюрьмы, сталкивает их между собой. Если эти люди на каких-то этапах жизни по-доровому были настроены участвовать в управлении страной, то сейчас вся их жизнь направлена, чтобы угодить Ельбасы, и поэтому и для них эта жизнь тоже невыносима. Каждый день они ждут, что их или снимут, посадят, или какие-то еще возможные действия будут негативного характера. Поэтому вообще жизнь у высокопоставленных чиновников, которые ходят рядом с Назарбаевым, тоже сейчас незавидная. И они тоже уже не хотят быть Назарбаевым, они тоже устали. Именно сейчас, я думаю, что надрела предреволюционная ситуация. Те события, которые произошли в Жану Азене, уже очевидно, что народ Казахстана уже не простит Назарбаеву то, что он сделал. Был отдан приказ стрелять. Десятки людей погибли, десятки людей ранены. Нанесен просто гигантский ущерб моральному облику страны в глазах мирового сообщества. И ложь о том, что в 1986 году он поддерживал молодежь, она уже сейчас раскрылась. Именно через 25 лет он дал команду стрелять по мирным гражданам. Поэтому Назарбаев, что называется, всех уже достал. И следующий год, я думаю, что это будет последний год его правления. И очевидно, что если кто-то теперь будет предлагать мирный уход Назарбаева, я думаю, что мало кто это поддержит. Уже Назарбаеву и членам его семьи, и в ближайшем окружении уже не избежать суда граждан Казахстана над этой правящей верхушкой. Мы перешли к главной части, я думаю, нашего разговора. Прогнозом, Мутар Каболович, вот вы уже сказали в целом главный свой прогноз. А вот если говорить о более еще близких по времени событиях, я имею в виду, например, о грядущих выборах, так скажем. Что можно по этому поводу? Какие прогнозы у вас? Ну, представьте себе, что выборы назначены на 15 января, и далее всего лишь один месяц партиям рекламируют свои программы. Ну и что за партии, фактически в основном они все провластны. Средств массовой информации контролируются власти, поэтому даже условно конкурирующие партии, типа ВСДП, они не могут даже в полной мере раскрыть свою политическую платформу. И для всех очевидно, что 15 января будет фальсификация выборов, потому что фактически только Новый год пройдет, новый старый Новый год, и люди не будут готовы идти голосовать. Поэтому я уверен, что на избирательные участки придет не очень много людей, и поэтому власть просто закидает фальшивые бюллетени в ящики и в очередной раз объявит, что победила партию власти. В этом нет ни у кого сомнений. К власти нет доверия, никто не верит в власти, и поэтому эта власть уже нелегитимна, и парламент будет нелегитимный. А раз эта власть будет нелегитимной, соответственно, отношение граждан будет как нелегитимному органу, которому маловероятно, что в полной мере все будут готовы посиняться. И я убежден, что после выборов январских будет множество недовольных, будут акции протеста, и весь будущий год этот процесс будет нарастать. И в какой-то момент, это знаете, как у больного организма, когда много проблем, когда температура растет, то начинает отказывать то ли почки, то ли сердце, то ли еще что-то. Поэтому в следующем году я уверен, что эта власть уже не будет управлять трудом. В связи с этим прогнозом, как вы считаете, к чему нужно готовиться тем людям, организациям, которые уже смотрят все-таки и рассчитывают на то, что какое-то должно быть будущее все-таки у страны, оно не началось с Назарбаевым и не закончилось с Назарбаевым в любом случае, при любом раскладе. Я думаю, что хороший пример для Казахстана это соседний Кыргызстан. Когда политическая элита сумела выдвинуть из страны Бакиева, сумела между собой договориться, и Роза Тумбаева была выдвинута на позицию руководителя страны, президента, и она сразу объявила, что она будет руководить страной не более двух лет, и будет организована парламентская республика. И надо ей отдать должное, она это сделала. Если говорить о Казахстане, то нашей стране точно не нужна президентская республика с гигантскими полномочиями, суперполномочиями президента. У нас балансированная власть. И поэтому я думаю, что если президент и должен быть в Казахстане, то с ограниченными полномочиями, и вся власть должна принадлежать парламенту или победившей партии на парламентских выборах. И парламентская форма правления, она фактически будет представлять интересы всех граждан страны, независимо от национальности, независимо от места проживания, единственное условие, чтобы они были гражданами Казахстана. И это только таким образом позволит сбалансировать интересы всех граждан страны. Та модель, которая сейчас существует, кто бы не был президентом, она позволит фактически создавать ситуацию, когда возможность глупотребления властью, и эта власть будет обслуживать интересы или самого президента, или его узкой правящей верхушки. И единственный способ, чтобы была стабильность и нормальное управление страной, это парламентская республика. И, возможно, даже если будет позиция президента, то она должна быть ограниченная. Представительские функции, еще какие-то, но они не должны носить ключевой характер. И поэтому я думаю, что в следующий год именно такое и будет. И гражданам страны нужно готовиться. И не бояться того, что Назарбаев уйдет. Более того, нужно поторопить события. Нужно выгнать Назарбаева со всей его верхушки из страны. Провести честные выборы. И я уверен, что у нас в стране появятся десятки и сотни политиков, на которых наши граждане могут ориентироваться, которые честно будут управлять. Каждый на своем участке будет в первую очередь думать о стране, а не о своем кармане. Вот куда нужно идти сейчас. И чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше. Я еще в ноябре говорил, что чем дольше будем терпеть Назарбаеву власть, тем больше будет жертв. Время показывает, что это именно так и происходит. Это во всем мире так происходит. Это подтверждение мировой истории. Поэтому я считаю, что наши граждане должны набраться смелости и выгнать эту семью из Казахстана. Другого способа нет. А затем уже их судить за все те преступления, которые они совершили в нашей стране. Спасибо вам большое за интересную беседу и особенности за прогнозы. Ну, так как выучи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...